В этом видео мы поговорим о защитнике Браво, егерь 6 серии, который был запущен 15 декабря 2033 года. Боевая машина была сконструирована в первую очередь для ведения боя на расстоянии и на средней дистанции. Защитник Браво принимает участие в отражении второй попытки предшественников колонизировать Землю в 2035 году. Во время вторжения Кайдзю егерем управляли пилоты-кадеты Илья и Суриш. На мой взгляд, если начать перечислять минусы защитника Браво, то эти двое будут на первом месте. Илья вел себя непочтительно и неординарно, а Суриш всегда старался показать себя великим пилотом перед старшими товарищами. Излишняя самоуверенность и максимализм сыграли с парнями злую шутку, ведь, как им казалось, у них все под контролем. Они не отнеслись к Кайдзю с полной серьезностью, как будто для них это все еще была игра на симуляторе. В результате чего Суриш погиб, получив многочисленные повреждения после того, как их егерь пролетел через множество небоскребов. Илья же, получая травму, остается жив, но не может самостоятельно выбраться из кабины. К сожалению, в реальной жизни все не так, как на экране симулятора. Егерь достигает высоту 73 метра при снаряженной массе 1975 тонн. Его конструкция и цветовая гамма напоминают силуэт реактивного самолета F-16. За его спиной находятся реактивные разрывные пленки, которые увеличивают скорость передвижения. По обеим сторонам в районе груди установлены ядерные залповые заряды Х-9. Пулеметное орудие, а также орудия энергетического типа расположены на плечах защитника. Браво вооружен специальным энергетическим хлыстом Элег-16, который основан на цепном мече бродяги и выполнен из небьющегося материала. Мощными ударами хлыста Егерь может сбить кайдзю с ног и нанести существенные повреждения сразу нескольких объектов. Он также может использовать хлыст как точку опоры для совершения акробатических приемов, если тот зацепится за нужное препятствие. Голени Егере усилены спринтерскими конденсаторами, которые дают плюс к динамическим характеристикам. Защитник Браво развертывается в городе Мега-Токио вместе с Цыганским Мстителем, Клинком Афины и Стальным Фениксом. Егерь на бегу стреляет по кайдзю, но его сбивают с ног на землю. Затем защитник достаточно успешно помогает Клинку Афины, прогнав Хакуджу, хотя и не нанеся ему особых повреждений. Ну и несколько позднее, после того, как трое чудовищ собрались в Мега-кайдзю, Джек Пентакост отдает приказ отступить, ведь понимает, с чем они столкнулись. Но пилоты Илья и Суриш игнорируют приказ и уверяют его, что держат ситуацию под контролем. Они бегут на колоссального монстра и пытаются ударить его хлыстом, но Мега-кайдзю оказывается проворнее, чем они ожидали. Он хватает хлыст и со всего размаху запускает егерь на сотни метров через город, пробивая многочисленные здания. Защитник Браво, несмотря на очень сильные повреждения, остается активным, а значит, впоследствии, скорее всего, будет восстановлен. Кроме второй части фильма, Защитник Браво появился также в неканонических произведениях восстания Тихоокеанского края и, скорее всего, должен появиться в комиксах, которые обещают уже в этом году. Они должны соединить события первой и второй частей фильма. Их мы позже рассмотрим поподробнее. Защитник, конечно, в битве с Мега-кайдзю себя не особо зарекомендовал, но все же в нужный момент он помог клинку Афины, а также несколько раз переводил на себя внимание чудовищ, а значит, внес свою лепту в общую победу человечества. Понравился ли тебе данный егерь, и как думаешь, если его модернизируют седьмую серию, то какие будут изменения? Оставляй свои комментарии и до встречи в новых выпусках.